И еще одна инициатива президента, озвученная в ходе сегодняшнего послания, строительство школ на конфискованные у коррупционеров деньги. Правительство поручено проработать этот вопрос. Об образовании президент сегодня говорил много, как о среднем, так и о дошкольном. Что касается высшего, оно, возможно, станет доступнее. Подробнее в следующем сюжете. Вопрос образования детей в послании Касым Жумар-Тукаев отвел особое место и начал президент с детских садов. Он прямо заявил, что в стране дошкольным образованием охвачено лишь чуть больше половины детей в возрасте от 2 до 6 лет. При этом все эти годы в профильном министерстве рапортуют об обратном. У нашего народа есть пословица. Будущее страны формируется в колыбели младенца. Поэтому сфера дошкольного воспитания должна быть приоритетной. Однако сегодня в Казахстане дошкольным образованием охвачено лишь чуть больше половины детей в возрасте от 2 до 6 лет. Подобная ситуация недопустима. Необходимо кардинально решить вопрос обеспеченности детскими садами. Кроме того, глава государства поручил повысить социальный статус и зарплаты воспитателей. По его мнению, необходимо установить четкие требования к специалистам сферы и поэтапно снижать их рабочую нагрузку. При этом президент подчеркнул, что аттестовывать нужно не детские сады, а воспитателей. Остановился Касым Жумар-Тукаев и на самом наболевшем для казахстанских родителей в вопросе повышения качества среднего образования. Президент заявил, что каждый школьник, прежде всего, должен иметь достойные условия для обучения и всестороннего развития. Поэтому строительство новых школ должно быть одной из приоритетных задач правительства и Акимов. Возводить их он поручил и за счет денег, конфискованных у коррупционеров. Все незаконно полученные средства, которые поступают в распоряжение государства в результате судов над коррупционерами, должны расходоваться на строительство школ. Правительству следует принять решение о юридическом оформлении этой акции. Глава государства поручил усилить подготовку будущих учителей. Он отметил, что воспитывать детей нужно на двух языках одинаково, а Минпросвещение должно исходить из интересов детей. Анонсировал президент и персональные образовательные ваучеры. Все те средства, которые государство выделит на обучение ребенка, будут аккумулироваться на единых образовательных счетах. По словам президента, это и станет первичным целевым капиталом детей в образовании. Учебным заведениям технического и профессионального образования нужно ориентироваться на реальные потребности рынка труда и соответствовать задачам нового экономического курса страны. При этом необходимо последовательно выстраивать партнерские отношения с родителями и учениками, которые должны нести свою долю ответственности за качество и востребованность получаемых знаний и навыков. Именно с этой целью планируется внедрить персональные образовательные ваучеры. Президент предложил выделять образовательные гранты в зависимости от результатов ЕНТ, а еще предоставлять льготные кредиты на обучение студентов по 2-3%. Это, по мнению главы государства, сделает высшее образование доступным. Не забыл Касым Жумар Тукаев и про студенческие общежития. Их наличие станет одним из критериев доступа частных вузов к госфинансированию.